Я рад приветствовать каждого из вас на канале Амаркетс. Меня зовут Дмитрий Орлов и я являюсь практикующим трейдером с 2008 года на рынке Форекс и с 2017 года на рынке криптовалют. Также я занимаюсь управлением и составлением инвестиционных портфелей. В этом видео, друзья, сегодня мы с вами разберем несколько интересных идей на рынке Форекс и разберем также из мира криптовалют два инструмента Биткоин и Эфир. Вкратце я расскажу о своей стратегии. Кому будет интересно, вы сможете всегда обратиться ко мне. Контакты будут под этим видео. Я могу вам сбросить абсолютно бесплатно основы своей стратегии. Она не сложная. Основана стратегия на уровнях Фибоначчи и на простых методах определения цели цены. Сегодня покажу наиболее простые методы. Многие ребята любят усложнять трейдинг. На самом деле трейдинг усложнять не нужно. Использование различных индикаторов ведет к тому, что человек путается. И я в своем анализе использую лишь поведение цены. И в принципе для меня этого хватает. Никаких паттернов, ничего прочего. Но я об этом буду рассказывать сегодня в течение видео, поэтому смотрите его внимательно. И если будут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии под видео. Также у меня есть свой YouTube канал, на котором я также публикую свои идеи, рассматриваю рынок криптовалют, рассматриваю разные темы, которые интересны вам. Вы можете на него подписаться. Ссылка будет также под этим видео. И оставляйте пожелания по темам видео, которые вам интересны. Я стараюсь видео записывать почаще, но иногда торговля отнимает очень много времени и порой не хватает просто даже записать какое-то короткое видео. Но я постараюсь делать контента побольше, если с вашей стороны будет интерес. Поэтому пишите активно ваши вопросы, пожелания. Я с удовольствием приму их во внимание. Перед тем, как перейти к обзору рынка, я хотел бы сказать пару слов о статистике. Любой трейдер, который торгует на рынке Форекс, а тем более инвестор, который готов вам дать деньги в управление, он смотрит на статистику. И статистика, которая у меня есть по нескольким счетам, я всегда ее предоставляю инвестору, который хочет со мной сотрудничать. Перед вами сейчас также один из счетов, которые торгуются в компании Markets. На данном счете я торгую, здесь получается с августа месяца. На текущий момент на данном счете плюс 73%. Первоначальный депозит был около 25 тысяч. На данный момент уже заработано 18 тысяч. И обращаю ваше внимание, друзья, на показатели, на которые также обращают внимание инвесторы, если вы хотите в будущем стать также управляющим активами. Просадка 3,6%, всего лишь 3,6% по данному счету. Это консервативный счет, на этом счете я торгую среднесрочно. Здесь открывается немного позиций, но они, как говорится, ювелирные. И по этим позициям я работаю в долгосрок, как я уже сказал. Поэтому, друзья, статистика всегда идет впереди, как говорится, трейдера. Есть стратегия, есть какие-то обзоры рынка. Мы можем много говорить о том, что у нас куда-то пойдет. Но главное, в принципе, результат того, что у нас происходит. Итак, друзья, перейдем к обзору рынка. Для записи этого видео я отобрал для вас 6 инструментов на рынке Форекс. Это 5 валютных пар и золото. Есть хорошие точки входа и некоторые точки входа пока стоит подождать. Но все же потенциал по ним очень будет неплохим. Итак, в своем анализе, как я уже сказал, я использую уровни Fibonacci. Но нестандартная, нестандартная сетка, которую вы привыкли видеть в своем терминале. Особое построение циклов, которое на рынке у нас происходит. Ну и, соответственно, отработка этих циклов и торговля по ним. Далее, друзья, простые методы анализа. Что это значит? У вас рынок всегда повторяется. То есть, история повторяется. Это самый такой главный постулат. И вы о нем слышали, если даже на каких-то, может быть, других ресурсах. Либо читали книги. История всегда повторяется. Поведение людей не меняется. Также не меняется и то, что происходило в прошлом. Поэтому, основываясь на этом, я работаю здесь и сейчас. Еще немаловажно, что каждое движение по отношению к предыдущему движению имеет определенные пропорции. И эти пропорции, кстати, вычисляются при помощи тех же уровней Fibonacci. В принципе, математические зависимости, которые здесь есть, они очень ярко прослеживаются. И точки входа порой бывают просто ювелирные, которые позволяют входить прямо на самой макушке или на самой низине. Но, опять же, это не происходит там прямо-таки каждый день. Но такие случаи есть. И это получается сделать именно по системе. Итак, для того, чтобы определить сейчас, на данный момент, куда у нас будет идти Евроканада, спрогнозировать. Кто-то говорит, что спрогнозировать нельзя. На самом деле, это сделать можно. И я это делаю уже много лет. Сейчас покажу, что я жду от данной пары и какие цели по ней рассматриваю. Я рассматриваю изначально дневной таймфрейм. Если необходимо, если мне его не хватает, я перехожу на недельный. Далее спускаюсь на 4-х часовой и часовой, для того, чтобы определить точку входа. Итак, друзья, из того, что у нас на рынке есть, на данный момент, по данной паре, на недельном таймфрейме, на минуточку отмечу, у нас есть определенное достижение цели. То есть, цена отрабатывает двухсоставное движение, которое, в принципе, хорошо видно. Что мы делаем? Мы замеряем то движение, которое было здесь, переставляем на конец этого замера и получаем цель. То есть, соответственно, если, грубо сказать, без сетки, я, в принципе, по сетке отмеряю циклы. Но здесь, получается, есть один цикл, который мы берем за основу, и второй цикл, который отрабатывает. На данный момент вот этот цикл отработан полностью, и это уже является одним целым. Что я ожидаю в данный момент? Я ожидаю поход цены с учетом погрешности, которые у нас есть. Я их уберу, эта погрешность в виде шпильки проявляется. Здесь видим, что есть потенциал движения вот такой. То есть, до уровня 1.48, где-то 78. Перейдя на более младший таймфрейм, на дневной, мы видим ситуацию, когда цена у нас идет в нужном направлении. И когда у нас есть импульс, а затем откат. Это есть хорошая возможность для входа. Объясню, почему. Также все структуры повторяются и на младших таймфреймах. То есть, ничего не меняется. Если мы посмотрим сюда, мы увидим, что эта размерность, пропорция этой размерности равняется вот этой размерности, которая находится внизу. Все очень просто. Достаточно простой метод, ничего сложного нет. Соответственно, далее мы можем также спрогнозировать при помощи тех движений, которые у нас уже есть. Уже есть текущая структура. Если мы до формирования вот этой структуры могли только взять лишь вот это и увидеть дальнюю цель. То сейчас мы видим структуру вот эту, которая, кстати, на минуточку повторяется вот здесь, повторяется здесь. То есть, несколько раз повторяется по ходу движения. То есть, соответственно, когда цена приходит в фактическую точку, идет коррекция. И на данный момент я ожидаю похода цены по данному инструменту именно сюда. Обратите внимание, как точно совпадает то, что мы взяли слева с вами и то, что взяли по фактическому движению, которое есть у нас сейчас. Поэтому по Евроканаде среднесрочной я рассматриваю именно покупки до этих уровней. Видите, у меня открыт ордер и работаю я именно до сюда. Фунт новозеландец. По фунт новозеландцу также ситуация очень интересная, очень красивая. Тут, в принципе, можно на недельку перейти, можно на дневке увидеть. Смотрите, что здесь у нас есть. У нас есть структура рынка. Обратите внимание, как эта структура также выполняется. Есть некоторые погрешности, плюс-минус несколько пунктов для недельного таймфрейма. Это просто пустяки. И здесь, на самом деле, еще есть внутренняя структура вот этого цикла, который здесь у нас есть. И по этому циклу, я вам сейчас покажу, цена отрабатывает тоже двухсоставное движение. То есть, это движение уже становится единым целым. Сейчас будет идти коррекция. В ближайшее время я прогнозирую. Опять же, я могу ошибаться, и поэтому у меня есть несколько, как говорится, моментов, когда я буду выходить из рынка, если что-то пойдет не так. То есть, я постоянно, в принципе, нахожусь возле компьютера и всегда отслеживаю ситуацию. И цель первая, которая здесь просто, ну, видимая, классная, хорошая, ее видно. Вот она находится здесь. Видите, что у меня здесь открыты также ордера. Вот, и по этим ордерам я жду приход цены именно сюда, к этой отметке, на 1.9706. Какое-то время, может быть, придется подождать. Это средний срок, даже, можно сказать, долго срок. Видим, что в прошлый момент, когда у нас цена останавливалась примерно так же, она стояла с 21 июня по 20, вообще до конец августа у нас получается здесь. И после этого цена у нас уже пошла только вниз. Поэтому цена может стоять здесь как месяц, так и два, и также может сразу пойти вниз. Поэтому здесь пока потенциал есть хороший, и эти среднеурочные идеи мы с вами будем рассматривать еще в следующих видео. На канале Markets я также буду делать обзоры. И, кстати, друзья, если есть пожелания по онлайн, именно торговле, я думаю, что я найду для вас время для того, чтобы показать, как в моменте я это делаю, анализирую. Мы можем, в принципе, разобрать очень много инструментов в течение одного часа онлайн. Поэтому, если интересно, пишите в комментарии, что вам бы был интересен именно онлайн-формат, то есть, как говорится, здесь и сейчас. Далее. Пара у нас. Новозеландский доллар, швейцарский франк. Также смотрим на недельный таймфрейм, дневной таймфрейм. В принципе, тут ситуация аналогичная, только перевернута. Смотрите, здесь у нас идет одно движение, коррекция к этому движению и, соответственно, цена доходит до своих целей, выполняя размерность вот эту и выполняя этот цикл. Что ожидаю здесь я? Ожидаю я поход цены вверх на минимум. Изначально вот такую размерность, как максимум на вот такую. Ну и, соответственно, точки входа по пути у нас могут еще формироваться. Если мы перейдем на четырехчасовой таймфрейм, мы увидим здесь картинку чуть другую. У нас цена делает движение раз. И сейчас, в ближайшем будущем, я жду цену на 0.62.26. После чего у нас может быть также коррекционное движение, которое позволит войти. Если, допустим, вы не успели войти или планируете войти. Какое-то время также нужно подождать. Это старшие таймфреймы. Здесь все быстро не происходит. Хотя стратегия применима и для младших таймфреймов. Но для младших таймфреймов требуется очень много времени уделять именно торговле. Сидеть возле монитора целый день. Даже кофе отойти ему просто иногда невозможно. Потому что приходится отслеживать ситуации. Поэтому я в последнее время перешел больше к средней сроку. И именно отслеживаю ситуации здесь. На больших таймфреймах. Поэтому пока тут, друзья, по новозеландцу франку у нас именно такой разглад. Еще, друзья, новозеландец сам по себе. И на новозеландца я немножко остановлюсь. Покажу, что я здесь, в принципе, планирую. В плане того, что у нас есть несколько условий. Помимо тех же простых уровней. Точнее, не уровней, а простых методов. И уровней Fibonacci. Обратите внимание, то же самое, как и по предыдущему инструменту. Цена дорабатывает свои цели. Я использую еще объемы. Объемы не вертикальные. Они мне вообще без разницы. А именно использую объемы недельные, горизонтальные. То есть, они показывают мне скопление на определенных уровнях ценовых. И есть определенные пробелы между этими объемами. Обратите внимание, что здесь есть вот такие, можно сказать, какие-то холмики, выбирающие. Которые показывают, в принципе, активность по определенным уровням ценовым. И есть пробелы между этими уровнями. И эти пробелы пытается цена в большинстве своем случае закрыть. Опять же, это дополнение к анализу. Ни в коем случае это не какая-то основа, это дополнение. И когда я вижу отработку по простым методам анализа, по уровням Fibonacci, я понимаю, что если есть вот эти пробелы, цену будут пытаться вернуть и закрыть эти пробелы. Первые пробелы есть здесь. Это фьючерс на Новозеландец. Терминал ТОС. Далее у нас здесь также есть пробелы еще выше и выше. Поэтому, возвращаясь к Новозеландцу, здесь у нас терминалом Т4, у нас есть определенные цели. Сейчас цель находится на отметках 0,67-79. Если мы посмотрим сюда, как и на предыдущем инструменте, мы смотрели с вами новозеландец. Есть цель здесь 0,68-75. Пока я жду именно поход в этом направлении. Далее, я не думаю, что улетят быстро. Коррекции какие-то будут, которые помогут, в принципе, спрогнозировать точку входа и войти. Допустим, если мы увидим здесь остановку цены и сценарий вот такого характера, когда здесь какая-то будет коррекция, допустим, сейчас остановит, цена дойдет сюда. У нас здесь, возможно, два варианта. Либо цена сделает коррекцию, которую она еще пока не сделала, но мы ее увидим. Либо же вот эту коррекцию, которую мы уже видим, понимаем. То есть, соответственно, после подхода цены к этому уровню, к двухсоставному движению, мы можем спрогнозировать, в принципе, точку входа. Но это пока структура у нас поменяется, цена может зафлетить, ну и, соответственно, у нас будет все перестраиваться. Поэтому, друзья, нужно за рынком тоже следить и вовремя принимать решения, если есть какие-то изменения. Еще один инструмент, который сейчас имеет хороший потенциал, это австралийский доллар, новозеландский доллар. Обращаю ваше внимание, что вся информация берется слева, ниоткуда там, из каких-то индикаторов, да, все у нас есть в рынке. То есть, все, что необходимо для торговли. Итак, цена останавливается и зависает где-то, да. Многие кто-то, кто торгует по уровням простым, да, допустим, видят здесь, допустим, уровень, да, вот такое скопление и ожидают, что цена либо пробьет его, да, либо будет отскок. В данном случае есть хороший потенциал ухода цены вниз. Еще обращу ваше внимание, смотрите, то же самое вот здесь. Раз, два, три. Есть хороший потенциал ухода цены вниз. И какая же здесь размерность будет первая целевой? Вот у нас со старшего таймфрейма. С более младшего таймфрейма, если мы разберемся, то есть. Размерность меньше. Она повторяется вот здесь. Раз, два. И можно даже сказать, что это будет самая первая цель, ближайшая. Но это уже более младший таймфрейм, четырехчасовой. И, соответственно, где-то мы на пунктах 80 можем свалиться. Вот. Это то, что касается сейчас австралийского доллара новозеландца. Очень хороший потенциал по инструментам и золото. Друзья, по золоту вообще красота у нас сейчас рисуется. Смотрите, тут цена делает все закономерно и делает все прям очень красиво. На данный момент у нас есть движения, которые формируют одинаковые размерности. Плюс ко всему у нас есть размерности, которые также зашиты в эти размерности. И у нас создаются диапазоны. Диапазоны, которые можно рассматривать для продаж. Но, опять же, сейчас продажи будут агрессивными. Если немножко подождать и увидеть на четырехчасовом формировании какой-то конструкции, можно сказать, движения вниз и уход цены вниз, хотя бы чтобы цена что-то показала себя, проявила, хотя бы что-то было наподобие такого, тогда можно какой-то коррекцией зайти. Так как у нас всегда есть более старший таймфрейм и есть вероятность того, что цена может сделать выше размерность. То есть, более старший таймфрейм, он всегда бьет более младший. Как в картах, да? Более старшая карта бьет более младшую. Так и здесь. У нас есть понимание, что цена может пойти именно сюда. То есть, она уже пришла сюда. И в своем том же телеграм-канале я об этом говорил. Кстати, друзья, про телеграм-канал забыл сказать. Если вы хотите получать обзоры рынка, вы можете подписаться тоже на канал. Ссылка будет под этим видео. Также обращу ваше внимание, что здесь я публикую новости как по криптовалютам и также еще по IDO. Если кто-то не слышал, пишите ваши вопросы, я на них отвечу. Суть IDO в том, что вы покупаете какую-то монету. Я вкратце сейчас расскажу. Вы покупаете какую-то монету по заявленной низкой цене. После того, как ее запускают на бирже, она сразу растет. В прошлый раз этот запуск был, можно было купить монету по 2,5 цента. И она выросла в 24 раза до 60 центов. И, соответственно, это плюс 2400 процентов буквально за 15 минут плюса. Вот такие у нас есть анонсы. Поэтому, если интересно, присоединяйтесь, изучайте информацию. Поэтому по золоту сейчас либо ждать, либо входить агрессивно. Потому что в данном случае у нас могут пройти чуть выше, до отметки 1916. Видим, да? Это совпадает, в принципе, размерность с предыдущей. Вот. И там уже у нас возможны какие-то развороты. И цена может остановиться. Поэтому по золоту у нас пока вот так все выглядит. А теперь перейдем к рынку криптовалют. Как я обещал, биткоин. Посмотрим, что с ним сейчас происходит. Какие варианты у нас есть. Несколько недель назад на своем канале я, в принципе, рассказывал о том, куда мы будем идти и что делать. Это было еще где-то конец января, числах 20-х. То есть у нас есть коррекционное движение. То же самое, как и на рынке Форекс. Ничего не меняется. Все то же самое остается. Рынок очень волатильный, очень интересный. И, в принципе, заработать очень можно хорошо. Но, предупреждаю сразу, если вы используете плечи на рынке криптовалют, это не очень хорошо. Потому что в какой-то момент, не определив неправильно точки входа и поддаваясь каким-то новостным событиям, где говорят, что биткоин будет расти, вы покупаете с плечами и, соответственно, вам не хватает просто-напросто депозита. Так вот, чтобы этого не было, вам нужно самостоятельно проанализировать ситуацию и понимать, где вы будете готовы покупать. Я делаю это следующим образом, как и на рынке Форекс. Замер движения есть, соответственно, размерность. Цена приходила к 33-м 300, я покупал на 34 тысячах. Сейчас, в данный момент, цена у нас корректируется вверх. И обращу ваше внимание, это тоже немаловажно, есть такой индекс страха. Индекс страха, который показывает готовность условно людей покупать. Когда страх находится здесь, на отметке 10, я в своих видео показывал буквально недавно, в прошлом месяце 24, но эта отметка была и ниже, отметка была вот здесь. Точнее, вот здесь, это был у нас май и июль. С мая по июль стояли такие же были комбинации, я сейчас покажу. И такая же ситуация была здесь. Здесь вот стояли на 10, это буквально 13 января, начало февраля. То есть, большинство боялось покупать криптовалюту. Сейчас все воспряли духом и начинают что? Влазить в рынок. Тем более, видят, что биткоин подскочил на графике. Еще новости добавляют в свою коррективу. И многие начинают лезть. И отмечу такой момент, когда, друзья, заходит индекс в зеленую зону, покупать нельзя. Если только какой-то краткосрок с маленькими целями. Потому что, когда у нас все сюда заходят, когда у нас все хорошо, случается вот такое. Вот здесь. Здесь индекс, давайте посмотрим. Это у нас 31 октября, 31 октября по 10 ноября. Смотрите, 31 октября, где у нас? Вот, 31 октября, индекс страха. Страха вообще нету, да, 84, 9 ноября. А потом уже 17, 16 числа все начинают бояться. И что у нас 16 числа происходит? Правильно, первый рывок вниз. И когда у нас все хорошо, покупать ни в коем случае нельзя. Еще раз повторяю. Когда всем страшно, тогда нужно покупать. Это самая простая стратегия, если взять тот же самый индекс страха. Применяя это опять же со стратегией, которую, допустим, я для себя взял за основу уже давно. Соответственно, здесь получается, что были покупки. Сейчас цена отрабатывает размерность. И сейчас мы посмотрим с вами, что здесь у нас происходит. Здесь у нас происходит вот такая штука. Если мы поверхности немножко эти уберем в виде шпиля, мы видим, что отрабатывает вот это движение, которое было также в левой части графика. На данный момент по биткоину два сценария. Либо цена корректируется, делает на более младшем таймфрейме, допустим, вот такое двухсоставное движение. Вот так, вот сюда. И уходит вверх к отметкам где-то 48-49 тысяч. Либо же у нас происходит добой. Еще сейчас я уберу это. И у нас происходит добой до уровней где-то 48 тысяч, в принципе, без коррекции, потому что здесь находится одна из линий Fibonacci, которую я использую, исходя из сетки. И далее происходит опять же разворот. Такая же ситуация была вот здесь. Это май-июль. Цену изначально зажали, опустили. Страх был здесь большой. Еще раз покажу. Вот этот индекс страха был в низинах. То есть экстремальный страх. И многие боялись покупать. Ну и соответственно, что у нас произошло? После того, как цена у нас походила, мы увидели дальнейший рост. Опять сентябрь, 6 сентября. Индекс страха. Смотрите, что произошло. 7 сентября здесь. 9 сентября мы уже упали. 22 уже прям все боялись. То есть это то же самое соответствует вот этим движениям. Поэтому взаимосвязь, в принципе, есть. Интересно все. Если кому-то будет нужно по сайту индекс страха, вот можете здесь, в принципе, ввести самостоятельно и найти в интернете. Эфир. Давайте по нему посмотрим. По эфиру у нас ситуация какая? Такая же самая. Ничего не меняется. То есть в рынке, в принципе, математические составляющие работают очень и очень хорошо. Только у нас расширяются движения и берутся более старшие таймфреймы. И если торгуем на более младших, соответственно, там тоже берется более младшая структура и по ней мы работаем. По эфиру сейчас, смотрите, тоже скачок вверх был. Так этот скачок, в принципе, равен левой части. Здесь вариант такой же, как и по биткоину. В принципе, сейчас они как под копирку идут. Все одинаково. Видим, что у нас либо цена сходит вот так на двухсоставное движение, либо сходит чуть ниже. Но в перспективе, если посмотреть по тому же эфиру, я вижу вариант ухода цены с хорошими целями. Но в первую очередь отмечу, что цена к отметке 5.250 сразу не пойдет. Скорее всего, что мы увидим изначально первую цель вот здесь. Это будет у нас отметка, исходя из текущих минимумов на уровне 4.300. А дальше уже посмотрим, как будет формироваться все. И еще смотрите, какой есть интересный момент. То движение, которое сейчас сформировано, я вам сейчас покажу. Оно, вот это движение, если мы построим вот так, сходится с тем, что мы взяли слева. То есть все движения между собой взаимосвязаны. И это позволяет прогнозировать движение цены. Запомните, если кто-то торговал на бинарных опционах, меня поймут. Спрогнозировать время, когда цена будет в определенной точке, ну никак нельзя. Определенную точку можно спрогнозировать, исходя из математических параметров. Я это делаю уже несколько лет. Я эту стратегию разрабатывал. Я по ней торгую. Торгуют и мои ученики. И результаты по данной стратегии очень даже неплохие. На этом, друзья, я видео свое завершаю. Всем хотел бы пожелать прибыльных сделок. Будьте терпеливы на рынке. И вы научитесь зарабатывать. Всем удачи и увидимся в новых видео.